Вот когда у меня друзья спрашивают, почему, собственно, я замок построил, я их отвожу на башню. Вы сейчас его? Да. Алла Борисовна. В 2011 году Максим Галкин и Алла Пугачева официально оформили свой семейный союз и переехали жить в огромный дом, который построил в деревне Грязь ведущий программы «Лучше всех» Максим Галкин. Тем самым Максим доказал, что является долгожданным принцем для своей любимой женщины. Правда, без белого коня, но зато с самым настоящим замком. Вы, наверное, уже догадались, о чем я хочу рассказать сегодня. Разговор пойдет о замке, который Максим Галкин построил в деревне Грязь. Так давайте узнаем, как живет Алла Пугачева и Максим Галкин, и как к такому соседству относятся жители деревни Грязь. Почему Галкин выбрал для места жительства именно деревню с таким неблагозвучным названием, когда вполне мог бы построить жилье в уже раскрученных и опробованных подмосковных деревнях, в которых обитают обеспеченные люди и есть соответствующая инфраструктура. Галкин рассказал в одном из шоу, что его привлекала живописная природа деревни и неповторимый ландшафт. А когда он начал изучать историю, то понял, что стоять на этом месте достоин только замок, но никак не дом другого архитектурного решения. Просилось помпезное сооружение, и юморист не стал себя отказывать в удовольствии соорудить именно такое вычурное строение. Замок Максима Галкина и Аллы Пугачевой расположен на 11-метровом холме, поэтому заметен издалека всем. Если ехать из Москвы по Ильинскому шоссе, то километров за пять до деревни Грязь уже можно увидеть эту местную достопримечательность. Площадь поместья Звездной Читы солидная, да и сам дом отнюдь немал – около 3000 квадратных метров. Вход в дом охраняют скульптуры драконов и гарпий. Такое решение придумал сам хозяин дома Максим Галкин. Самая высокая точка замка достигает уровня шестого этажа. По словам хозяина поместья, в строительстве этого дома он воплотил детскую мечту. Именно таким видел свое жилье Галкин, когда был маленьким мальчиком. Нестандартным, большим, с нетрадиционной планировкой и замысловатыми интерьерами. В доме есть лифт, подземная парковка и даже бассейн в китайском стиле. Авторами этого поместья стали архитекторы Анатолий Голев и Вера Горлицына, которые рассказывали о том, что к строительству и отделке имения были привлечены и художники, и скульпторы, и резчики по камню. Дизайнеры здорово потрудились, оформив дом с учетом пожеланий звездной пары. В фамильном особняке предусмотрено множество помещений. Есть гостевое крыло, курительная комната, каминный зал, кабинеты, детские и многочисленные гардеробные. Все интерьеры в поместье выполнены в классическом стиле. В доме не найти мебели из современных материалов. Все здесь солидное, добротное, выполненное на века. В отделке мебели использованы дорогие породы деревьев, камень и ручная ковка. В отделке помещений дизайнеры тоже не мелочились, заказывая для стен, пола и потолка, самые дорогие и качественные покрытия. У Максима Галкина с Пугачевой разные спальни, да и вообще для Примадонны в замке оборудовано отдельное крыло с полным комплектом комнат. Певица предпочитает красные оттенки в интерьере, тогда как хозяин дома выбрал более легкое и воздушное наполнение своих личных покоев. Всю мебель заказывали у мастеров из Италии. Есть и общая спальня. Она расположена в башне на последнем этаже, и добраться до нее можно как на лифте, так и по лестнице, украшенной коваными перилами. На территории поместья есть дома для обслуживающего персонала, оранжерея и зимний сад. По самым скромным подсчетам, строительство с отделкой этого особняка обошлось артистам в несколько миллионов евро. Смотрится внушительно, особенно на фоне невысоких местных домов. Сама деревня сильно отличается от соседней Рублевки, где постоянно ездят машины. В грязи тихо и спокойно, как и в большинстве глухих подмосковных деревенек, где осталось мало жителей. Широкий размах, с которым строился дом, сначала настроили всех жителей деревни против артистов. Когда строился дворец больше десяти лет назад, был ад. Ни проехать, ни пройти. Грязь в прямом смысле этого слова. Регулярные рейсы тяжелой техники со стройматериалами, окончательно развалившие и без того еле живую дорогу, буханье и грохот на территории, отбойные молотки, иногда работавшие всю ночь и не умолкавшие в течение нескольких лет, превратили жизнь соседей знаменитостей в настоящий ад. Но, к счастью жителей деревни, они это пережили. Позже, когда строительство закончилось, жители грязи смирились с появлением у себя замка и его обитателей. Тем более, что Алла Пугачева старалась поддерживать с окружающими добрые отношения. Она рано начала отпускать своих близнецов Гарри и Лизу гулять с деревенскими детишками. Правда, в сопровождении нянек и охраны. Сама старается помогать чем может малоимущим. Алла Пугачева организовывает особо нуждающимся к Новому году продуктовые наборы, в которых и шампанское, и фрукты, и колбаса с красной икрой. Недаром Пугачеву аборигены грязи прозвали между собой кормилицей. По словам соседей, Максим Галкин и Алла Пугачева любят делать своим соседям сюрпризы, особенно по большим праздникам. Прогуливаясь по деревне, они одаривают людей, живущих рядом, подарками. Но не все жители деревни с этим согласны. В подарки? Да нет, вы что? Я сама читала, что они иногда кого-то баловали из соседей. Но точно не всех и не меня. Возможно, тех, кто совсем рядом с ними живет. А наш дом в глубине деревни. Дорогу, например, мы тут сами делали. Скидывали с деньгами несколько домов. У них помощи не просили. Да и зачем им помогать нам? Кто мы для них? Поделилась в разговоре с корреспондентом АИФ одна из жительниц деревни Грязь. Журналист поинтересовался, почему дорога от шоссе до замка покрыта асфальтом. А дальше идет обычная грунтовка. На что ему ответили. Каждый заботится о себе. Почему артистов должны волновать проблемы жителей деревни. Тем более, что семья Галкиных живет тихо, не причиняя особых беспокойств соседям. Гордятся деревенские тем, что могут увидеть Примадонну на прогулке по местным достопримечательностям, где она поет своим детям песни. Настоящие живые концерты, да еще и без фонограммы, не всякому дано услышать. Правда, особого понебратства ни Пугачева, ни Галкин с местными не допускают. И обслуживающий персонал у них не деревенский. Потому о внутреннем убранстве среди деревенских жителей грязи ходят скорее легенды. Как там красиво, все сияет и вертится. И вообще, построен замок по технологии умный дом, который сам себя обслуживает. Звездное семейство вообще ведет жизнь скромных средневековых феодалов, стараясь не слишком демонстрировать свое богатство, чтобы не возбуждать нездоровый интерес умений обеспеченных соседей. Даже продукты они покупают не в деревенском магазине, а в дальнем гипермаркете. А грязинцы очень бы хотели более близких отношений со знаменитостями. Особенно с Аллой Пугачевой, которая, как известно, на всю страну всего одна. В местном цветочном магазинчике для нее даже всегда на готове огромное количество алых роз с большой скидкой. А в небольшом кафе зарезервирован столик. Хотя Примадонна там никогда не была. Жители деревни рассказывают, что в местный магазин иногда заходят люди в костюмах, которые делают крупные покупки, оставляя в кассе внушительные суммы. Но никто точно не знает, действительно ли их посылают за покупками из замка. С Пугачевой или Галкиным пересечься тут почти невозможно. Конечно, кто-то иногда их встречал, но редко. Проще всего это сделать на детской площадке возле замка. Она появилась в поселке при участии певицы и ее супруга. Это общая территория. На ней могут играть все желающие дети. Гуляют там иногда и Гарри с Лизой. Правда, не одни, а с кучей няни-охранников. Площадка, которую построили за средства семьи Примадонны, на самом деле очень хорошая. За территорией явно следят и ухаживают. На детской площадке много современных качелей, каруселей, игрушки лежат в свободном доступе. Сделаны ровные дорожки и засеян газон. Конечно, Лиза и Гарри Галкины общаются и дружат только со знаменитыми сверстниками, как и положено звездным детям. В основном, это наследники тех, с кем ведут дружбу Алла Борисовна и Максим. В то же время, Максим Галкин в своем личном аккаунте в Инстаграме постоянно демонстрирует Гарри и Лизу, которые то готовятся поздравлять соседей деревни с Рождеством, то собираются поделиться с ними урожаем яблок. Однажды он уже отвечал на вопросы подписчиков о том, общаются ли Гарри и Лиза с простыми людьми. К слову, практически все знакомые Аллы и Максима утверждают, что их дети невероятно общительные и легко налаживают контакт с собеседниками любого возраста. Однако, лучшими друзьями близнецов являются они сами. Лиза и Гарри буквально неразлучны, что неизменно вызывает восторг у поклонников знаменитого семейства. Напомним, что с ранних лет Гарри и Лизы, звездные родители, занимаются их всесторонним развитием. Дети говорят на нескольких иностранных языках, играют на музыкальных инструментах и имеют широкий кругозор. А как живется жителям деревни грязь рядом с Пугачевой и Галкиным? По большому счету никак. Конечно, все жители деревни знают, кто это такие, но толку от того, что они соседи, никакого. Семья Галкиной и Пугачевой за огромным забором. Там совсем другой мир. Какое им дело до деревенских жителей? Почти нищих. Хотелось бы узнать, что думаете вы? Должны или нет Алла Пугачева и Максим Галкин помогать жителям деревни грязь? Поделитесь об этом в комментариях. Ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Хорошего вам настроения и до скорых встреч, друзья!